Есть люди до конца влюбленные в хоккей. Один из них Борис Майор. Я начал играть в 1956 году, когда мне было 18 лет. Я с уважением смотрел на тех, кому было тогда 30 лет или 30 с небольшим. На тех, кто впервые выиграл звание чемпионов мира в 1954 году. И я тогда задумывался, сумею ли я доиграть до 30. А что будет в 1968 году, когда мне тоже будет 30? И вот настал 1968 год. Я по-прежнему играю, защищаюсь в честь сборной команды Советского Союза на чемпионате мира. И вот последний раз защищал на Олимпийских играх. Прошло очень много времени. За это время ушли из большого хоккея те, кто впервые выиграл звание чемпионов мира. На моих глазах ушли многие из тех, с кем я начинал играть в сборной команде Советского Союза. А вот совсем недавно, еще свежи в памяти эти воспоминания, мы провожали Константина Локтева. Много было улыбок. В сутках говорились речи, и один только человек не улыбался. Не улыбался Константин Локтев. Он прощался с хоккеем. В сутках только 24 часа. Их всегда не хватало. Борис Майоров сдавал экзамены на аттестат зрелости и начинал играть за команду мастеров. Получил первую олимпийскую медаль и диплом инженера. Потом были победы на чемпионатах мира и годы учебы в аспирантуре. Пусть хоккей это только игра. Но если отдал ей столько страсти, душевных сил, трудно даже подумать о том, что придется прощаться со спортом. Теперь уже мне 30. Теперь уже передо мной стоит проблема уходить или остаться. Многие считают, что игрок должен играть до предела. Это спорный вопрос. Я же считаю, что надо уйти тогда, когда у тебя еще осталось немного сил, когда ты еще можешь играть. И сидя на трибуне, ты мог бы сказать, что выполнить вот, допустим, этот прием я бы тоже смог, несмотря на то, что я уже не играю. Один заканчивает играть в 27 лет, а другой в 35. Пределом точного здесь установить нельзя. Но ведь надо учесть, что промахи молодого могут быть и не замечены. Но если ошибаюсь на площадке, я игрок сборной, то эти промахи мне не прощаются. Вот и получается, что с каждым годом надо играть чуть-чуть лучше. И вот если ты можешь так, то играй. Ну, пройдет год-два, может быть, три. Каждый раз ты, если дорогая, не вспомнишь тот момент, когда тебе придется покинуть хоккейную площадку. И уже никогда диктор не скажет. Душой атаки, рыцарем ледовых турниров называли капитана московских спартаковцев Бориса Майорова. Много лет выходил он на лед в составе Спартака и сборной страны. И вот его последняя игра. Очень трудно сказать себе последняя. 252 шайба на воевом счету. А вдруг захочется забросить еще одну? Нет, уходить надо один раз. Субтитры создавал DimaTorzok Борис Майоров не бросил большой хоккей. Он остался в родной команде. Теперь он старший тренер Спартака. Самый молодой из тренеров команд высшей лиги. Удастся ли новому тренеру создать сильную атакующую тройку, какой была прославленная Старшинская? Скажите, Борис Александрович, здесь вам, молодому тренеру, наверное, приходится потруднее, чем бывало на поле? Я думаю, что сейчас намного труднее. Когда я играл, я отвечал в основном только за себя. А теперь я отвечаю и за себя, и за команду. Успехов вам на новом поприще, тренер Майоров! Субтитры создавал DimaTorzok